итак у нас с вами 9 урок я хотел бы повторить тему массивы на что это такое массивы и показать применение массивов для частотного анализа ну или еще говорят метод подсчета вот соответственно давайте с вами начнем с повторения того что такое массивы значит первое массивами в чистом языке си пользоваться довольно сложно и связано это с тем что они обладают фиксированным размером в реальных же задачах очень часто бывает необходимо расшириться и это приводит к необходимости динамических создание так называемых динамических массивов впрочем проблема в чистом языке си еще и в том что да впрочем и все плюс плюс если пользоваться сишными массивами в том что простой способ сделать массив позволяет сделать его только относительно небольшого размера а если вам нужны десятки мегабайт там сотни мегабайт то вот такой массив а уже просто сделать не получится потому что нужно пользоваться динамическими массивами специальным методом выделения памяти и сразу в связи с этим возникает много проблем с контролем за утечками памяти указателями и прочее прочее просто сразу короче что можно делать либо работать с массивами в чистом виде как они есть понимая что могут возникнуть некоторые проблемы но тем не менее да много проблем в частности проблема передачи массива функцию возврата массива из функции эти проблемы они могут возникнуть да но если вам нужно вот буквально вот что называется на коленке до взять и сделать небольшой массив да можно сделать просто вот массив но есть второй вариант альтернативный классический до классик вот второй путь это динамические до который я вам не советую пока вы не будете мастерами в си плюс плюс там не будете олимпиадной задачки не не разберетесь с адресами и указателями вот даже носа туда не суйте вот если вы не близки к архитектуре компьютеров нечего там делать вот и третий вариант пользоваться стандартными контейнерами вот в питоне все пользуются списком лист там кортежами to pull каким-то множеством сет пользуются дикт словарями да и пользуются ими как ну чем-то естественным ничего не как сказать ну не придираясь короче говоря вот на самом же деле это все некие стандартные контейнеры вот есть стандартные контейнеры которые включены в си плюс плюс но их нет в чистом си вот и вот стандартные контейнеры они прекрасно работают и один из этих стандартных контейнеров который заменяет массив называется вектор например std вектор есть еще std array надо сказать да вот им тоже можно пользоваться до или есть еще std array но я буду скорее пользоваться std вектор потому что он расширяемый да он динамически расширяемый вот и мне это будет удобно периодически вот значит на короче классический массив этот еще раз я не просто не рассказываю в рамках наших занятий да вы школьники вас важно не убить значит как создается массив классик вот так вот раз и говорим сколько элементов выделить все массив сделали опасность первое есть шанс случайно выйти за границы массива нет если вот так написано вы догадаетесь что ой 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 это отрицательное число но может ведь получиться что вы берете и ты элемент да а при этом и вы забыли определить все си плюс плюс да если вы не присвоили никакого начального значения переменной то в ней лежит мусор некое случайное мусорное значение связано это с тем что переменная получает некую область памяти как некий надел земли а на самом деле этим куском оперативной памяти до нее пользовались предки какие-то вычислительные процессы на может что-то жила на стеке там до динозавра закопаны короче и там какая-то двоичная информация и она пытаясь интерпретироваться как то что вы тут написали например там in она пытаясь интерпретироваться как целое число она будет интерпретирована какой-то минус 742 1824 и не дай бог вы возьмете и обратитесь поэтому и тому неопределенному значению и что-то туда попытаетесь положить куда дело в том что у массивов все и все плюс плюс нет контроля за границами и он честно попытается в какой-то вот дикое значение попасть а массив я напоминаю это что такое это адрес непрерывного участка памяти в котором как бы одинаковые участки нарезаны до одинакового размера нарезаны участки в которых хранятся значения элементов соответственно если начальный адрес это просто а да то есть может сказать так а плюс 0 а плюс нулевой да то а плюс первый адрес да как бы да получается у нас а дробь 1 а а дробь 0 это соответственно просто вот по месту положению а до 1 элемент 2 элемент у него уже смещение один к исходному адресу да ну и для доступа к ним собственно вот пользуются квадратными скобочками да а нулевой да потом а 1 если вдруг не дай бог вы скажете а минус семьсот сорок две тысячи восемнадцатый то он попытается в оперативной памяти куда-то попасть вообще может быть в память чужого вычислительного процесса ну если это память чужого вычислительного процесса это может даже еще и не так страшно потому что операционная система такие вещи отслеживает и бьет быть вашему вычислительному процессу по башке а именно происходит так называемый segmentation fold ошибка сегментации программа нет не программа не отвечает а именно такое сообщение с красной кнопкой это в винде да в линуксе там чуть по другому это выглядит в любом случае программа немедленно снимается с выполнения как нарушитель всех законов жизни в операционной системе понятно а если вы попали случайно в рамки той же самой той же самой того же вашего вычислительного процесса то может оказаться что вы измените до свою же переменную ай или еще что-нибудь короче может получиться крайне неприятно понятно вот такая вот история ладно короче я к чему что начальные значения переменных нужно всегда задавать и хотя это не жестко привязано но это надо делать всегда да то есть ну что-то туда положите обязательно короче что я хочу сказать что доступ к элементу еще хочу сказать что напомнить что доступ к элементу массива к этому к произвольному производится за от единицы причем этот доступ не последовательный то есть природа массива такая же как природа оперативной памяти вы заранее можете в легкую отсчитать где находится это элемент потому что количество байт в памяти здесь абсолютно одинаковое и нужно просто взять адрес массива это все происходит втихаря от вас но вы должны понимать что это очень легко происходит вы говорите это элемент смотрим на сайзу of на размер одного элемента умножаем на и который вы попросили и тут же сразу узнаем где-то находится раз вот вам пожалуйста значение которое вы просили или возможность туда что-то записать потому что массивы это естественно изменяемые области памяти до массив еще раз состоит из элементов первый элемент имеет индекс 0 и доступ к первому элементу идет а нулевое кстати интересно то да что вот а нулевой пожалуйста мы туда он существует до ма 1 трататься там а вот а n минус 1 и еще существует до я туда сейчас что-нибудь отправлю там не знаю 10 то а н того не существует это уже выход за границы массива но при условии что n это его размер отдельный момент я тут пользуюсь и она как будто это какая-то константа спущенная свыше надо понимать что это мое дело какой размер памяти я зарезервирую и выделю и нигде больше в программе в случае классических массивов никакого контроля за мной не будет поэтому это исключительно моя вина если из-за меня возникнет неопределенное поведение я выйду за границы массива абсолютно моя вина да поэтому я сам если я реально хочу чтобы сюда например доступаться на вы давайте мой раз массив будет размера не n а n плюс 1 тогда меняется смысл того сколько зарезервирована памяти до значит зарезервирована n плюс 1 и ячейка от нулевой до n той включитель но короче такое бывает нужно но вот в данный момент да еще раз я подчеркиваю что если я считаю что n это размер собственно за резервированной памятью то вот так да нельзя потому что я вылез уже за границы массива да еще раз это первый элемент это последний до n ты элемент с индексом n минус 1 пусть индексы на единичку отличаются ладно значит что мы с вами обсуждали еще на шестом занятии мы обсуждали такую вещь как переворот массива и вот в этом смысле мне удобно писать простые алгоритмы в классическом варианте то для классического вот такого массива мне удобнее на доске это дело написать ну что мы обсуждали там был такая вещь как циклический сдвиг например циклический сдвиг и реверс вот две такие простые вещи по перестановкам ну вот мы взяли считали данные а чем хороший массив тем что мы можем считать туда много данных и еще возможность доступаться к каждому конкретному элементу по индексу это очень удобно соответственно мы можем запустить считывание там хоть с клавиатуры слушайте я тут уже считывание не буду писать я только повторю очень быстро два вот этих алгоритма по перестановкам на по всякой возне в них на давайте для начала этот самый для начала давайте копирование с реверс не копирование реверс реверс массиве я запускаю цикл фор в котором я при помощи индекса буду бежать от начала до и тут важный момент который был тогда еще озвучен что надо бежать не далее чем до половины почему потому что при реверсе у нас элементы взаимно меняются вот так вот тэнс и вот это да соответственно мне не нужно продолжать для вот этого элемента реверс потому что иначе получится что я уже сделал реверс вот здесь их поменял местами да а потом продолжаю это делать еще раз и получится дважды сделанная работа приведет к нулевому результату поэтому здесь я сделаю н пополам н пополам то есть у меня будет по половине длины моего массива охвачена а действие собственно будет следующее я во временную переменную сохраняю значение этого элемента потом у меня и ты элемент сохранен значит я могу стирать его значением зеркального элемента у зеркального элемента индекс n минус 1 минус и ты после этого в зеркальный элемент а именно в н минус 1 минус и ты я отправляю значение временной переменной на этом обмен двух ячеек закончился и вот он алгоритм реверса я повторяю очень кратко поэтому я сразу же напишу второй вторую штуку да это именно циклический сдвиг массиве то есть вот у меня есть данная и я собираюсь там что-то реальное хранится какие-то числа я хочу чтобы первое число отправилась в конец да второе вот сюда это сюда это сюда это сюда это сюда то вот и то есть вот сделать вот такой сдвиг в массиве количество операций будет равно количество элементов что я сделаю для этого первое мне нужно отдельно сохранить вот это вот значение в некоторой временной переменной темпы после этого я запускаю собственно вот эти вот присваивания да они будут у меня копироваться в и ты элемент из а и плюс первого из следующего в предыдущий но количество копирование будет у меня нулевое первых там ну в качестве ешь и тем выбрал да а это и плюс первые да то есть у меня соответственно для и равного нулю да у меня вот это вот это действие произойдет при помощи такого присваивания да соответственно для n минус второго и n минус первого элемента обратите внимание да n того элемента при том что у меня их всего n элемента с индексом n не существует вот поэтому последнее будет присваивание что n минус 1 в n минус 2 да вот вот и плюс 1 должно равняться n минус 1 пишем это как уравнение да и плюс 1 на два последняя равняется n минус 1 значит что получается и равняется n минус 2 последняя и которая необходимость дела должно равняться n минус 2 или можно сказать так и меньше чем n минус 1 короче я делаю второй алгоритм до записываю в тмп значение стартового элемента нулевого после чего запускаю цикл в котором пробегаюсь от нулевого до n минус 1 не включительно да и растет по единичке плюс плюс и что я делаю я и ты элемент копирую значение а и плюс первого это та ситуация когда в принципе фигурные скобки можно не ставить но вы уже видели что и я с каким-никаким опытом си плюс плюс ошибался когда внезапно вдруг случайно думала ну можно дописать еще одну строку в цикл оказывалось что она вне цикла поэтому ставьте фигурные скобки это все таки лучше и потом после всего что произошло в последний элемент мы отдельно закладываем ранее сохраненное значение а нулевое да вот так вот если же я хочу сделать циклический сдвиг в массиве хоровод хоровод сделать не влево а вправо то на самом деле окажется много дополнительных интересных проблем недостаточно взять и поменять вот так вот и плюс 1 да поставить а здесь поставить и ай этого будет недостаточно да то есть просто развернуть вот это копирование задом наперед этого недостаточно почему ну да еще можно сказать ну вот тут еще да n минус 1 да здесь в нулевой вот этого недостаточно для того чтобы алгоритм работал почему да потому что у нас в этом случае начинается по сути раскатывание значения первой ячейки по всему массиву первая ячейка отправляется в ячейку нулевая да в смысле с индексом 0 отправляется в ячейку с индексом 1 а та сюда а та сюда ну как поступают люди когда они получили какую-то ценнейшую информацию они начинают репостить 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 и вот она репостится на весь массив понятно и происходит не циклический сдвиг а по сути удаление всего с заполнением и сохраняется только одна ячейка последняя которая спаслась в тмп еще до цикла то есть нужно что изменить сам порядок действий это очень важно для вашего воспитания чтобы вы знали что в программировании последовательность действий это определяющая вещь одни и те же действия выполнены в разном порядке приводит к радикально разным результатам понятно то есть нам например при вот этом сдвиге очень важно двигаться так я куда я в и плюс 1 кладу аиты да то есть я поменял логику да в и плюс 1 кладу аиты но двигаться выполнять эти действия мне надо справа копирование идет слева направо но выполнять сами эти действия мне нужно справа налево то есть само и должно пробегать не от нуля до n-1 а от собственно n-2 ну потому что именно оно является первым актуальным значением которое n должно принять да и до какого значения до нуля включительно да получается до и больше либо равно нуля ну кстати в этом смысле плохо потому что и может быть и это самое отрицательным короче я сейчас не буду мухлевать тут можно было чуть-чуть подправить чтобы аккуратненько пользоваться беззнаковым целым числом не надо ничего делать да но а и прошу прощения самое важное движение справа налево чтоб и уменьшалась вот я могу начальное значение тебе n-2 закончишь когда станешь отрицателем то есть пока ты положительный или 0 продолжай да а что теперь как ты будешь меняться уменьшайся вот вот это базовые алгоритмы такие вот по перестановкам в массивах мы обсуждали на занятии там два на седьмом кажется занятием обсуждали удаление и добавление элемента сделанное вручную вручную я объяснял что если вы хотите добавить элемент в начало массива даже если у вас есть возможность расширить его вправо а возможности расширить массив влево нету да то по любому ну то есть у вас есть некий скажем так резерв да то есть вы как это производственник который купил землю с некоторым запасом да но у вас все ваши промышленные здания все цеха были тут говорить я хочу поставить цех вот именно здесь да значит эти цеха там пустое пространство есть пожалуйста мы перевозим туда да потом мы перевозим всех вот этих товарищей и только потом имеем право вставить сюда элемент то есть добавление элемента в начало массива является ресурсоемки она напоминает этот самый циклический сдвиг и именно поэтому да то есть вот будет будет нечто подобное да и после того как мышь называется пробежались всех туда перетащили но правда там мы же будем в н включая н минус 1 на самом деле то есть вот в ситуации когда мы расширяемся только н это должно быть не зарезервированное уже пространство а это именно текущее количество элементов массиве с учетом что резерв больше чем н что мы имеем право туда селиться да то мало ли там уже купленная другими людьми территория да то есть должен быть некий пустой резерв который красив взят для запаса да а в данной ситуации вот вы написали цикл они все не станут случайно индексом а индексы ты смотри из предыдущего я копирую в следующий и я как грузчик такой говорю этот на вот на меня да потом этот сюда потом этот сюда посмотри на индексе который прописан да и плюс 1 это следующий а и ты предыдущий а последовательность движения справа налево то есть они как ну представь себе условно флешки на которые ты копируешь то значение у тебя флешка номер один флешка номер 2 и флешка номер 3 да ну еще новая флешка номер 4 слушай но 0 1 2 3 да и в них были значения например было здесь значение 0 здесь 1 здесь 2 ты говоришь я хочу вот сюда вставить давай даже вот по-другому 1 2 3 вот я сейчас специально сделаю а это просто она в резерве там еще есть некий резерв и уж так начнем с у меня сейчас 3 флешки было использовано нужно ли реально заполнен начнем с 3 минус 1 флешки под индексом 2 да и будем в следующую копировать из предыдущей то есть я копирую значение 1 туда потом горишь и минус минус она становится равным 1 из флешки да с индексом 1 копируем во флешку с индексом 2 мы стираем единичку двойкой но единичка уже спаслась там после чего последняя итерация мы скопируем значение из ну и у еще еще уменьшается становится равным нулю и мы из ячейки ноль копируем в ячейку 0 плюс 1 в первую да вот сюда и тройка стирает двойку но двойка это уже скопировано легло дополнился вот еще раз на фишка именно вот в этой последовательности как и называется либо мы будем катиться и раскатывать это значение перед собой да и тогда это будет как это репостнули репостнул репостнул да то есть один скопировал другого фильма тот ему скопировал содержимое своей флешки они все фильмом поделились друг другом на а другое дело когда мы скопировали с этой флешки и и что называется освободили скопировав фильм на пустую да потом на нее и так далее ладно я к чему у нас здесь возник дубликат информации но собственно мы ради этого то и трудились чтобы в а нулевом значение его было спасено и заодно все сдвинулись да это было рассмотрено на седьмом если не ошибаюсь уроки для того чтобы мы в а нулевой могли наконец-таки елки-палки вставить желаемое значение да и вот туда впихнуть собственно эта операция впихивания она так и называется пуш пуш и вот это впихивание в начало оно называется пуш фронт пуш фронт да и я вас прошу запомнить потому что я это объясняю на пальцах а потом вы будете этим тупо пользоваться да но вы должны понимать что пуш фронт на впихивание в начало массива она является алгоритмически сложным потому что количество действий равно количеству этих самых элементов а представьте себе что их у вас каждым разом все больше 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 ну это лишние действия понимаете чтобы накопить n элементов вам придется сделать по сути n квадрат пополам операций n квадрат это очень много если я на то 100 ты будет 10 тысяч поправ на 5000 действий а если это push back push back впихивание в конец тогда никаких сдвигов не надо то есть я говорю окей вот массив то еще раз говорю можно сравнить как с промышленными территориями и однотипные цеха я говорю так все нормально все эти цеха стоят на месте я тупо вставляю в конец вообще никакого сдвига не требуется понятно для того чтобы иметь возможность организовывать так называемые очереди а очередь это на самом деле не такая простая штука они бывают нужны вот реально в работе операционной системы сетевых соединений всяких разных алгоритмов которые встречаются очереди очень нужны то есть когда вы можете вот в очередь пихнуть да и она стоит ждет пока его возьмут вы берете можете допихнуть дайте другие другого цвета использую впихнуть кого-то еще да и он стоит ждет соответственно ну за этим да может быть этого возьмут оттуда да может и этого возьму на потом придется другой а может они все вынуждены будут долго ждать ну вот короче смысл в том что очереди как структура данных они бывают очень нужны для реализации всяких фишек и вот есть очередь по принципу на 1 пришел 1 вышел они называются фифу first in first out просто по-английски первый вышел первого шел первый вышел на по쳐 п п п в на п в п п п п п п п х но по-русски it не красиво потому что перво пошел последний вышел будет звучать точно также а в английском по другому там last получается на last in first out последнего шел 1 вышел поэтому есть очереди фифо есть очереди лифо Очередь лифо – это вот такая, как тупик, в который люди вынуждены были набиться. Например, лифт. Бывают длинный глубокий лифт. Люди набились вот в такой вот тупик, да, а потом, соответственно, они выходить будут с того же самого конца. В этом смысле мы их туда будем запихивать, пуш-пуш-пуш-пуш-пуш, да, а потом с того же конца брать их, говорить, выпрыгни-выпрыгни. Называется операция поп. Вытащить из очереди – это поп. И это тоже я объяснял. Уже, по-моему, в прошлый раз, когда мы дошли с вами до понятия циклической очереди. То есть вот такая очередь, да, сделанная на массиве, к сожалению, плохо работает. Вот, она будет работать плохо. Из-за необходимости вот этих самых сдвигов. Вот. И ради этого в прошлый раз мы, собственно, разбирались с циклической очередью. Вот. Значит так. В векторе возможность пуш-пуш-бека реализована, многие еще какие-то возможности реализованы. Но самое главное, что с ним многие проблемы, связанные с передачей внутрь функции, они решены автоматически, поскольку это объект. Короче, не вдавайтесь. По возможности, лучше пользоваться вектором, чем классическим массивом. Его описание выглядит следующим образом. Вы должны для этого подключить библиотеку includeVector. Ну или Array, если Array хотите пользоваться. И using namespace std, как всегда, чтобы в принципе не писать std 2 двоеточие. То есть эта приставочка, она задалбывает, поэтому это дело имеет смысл прописать. А потом namespace std, а когда вам необходимо уже где-то там в тексте программы его описать, то вы пишите так, вектор, дальше вы указываете тип элементов, какой-то, например, целые числа или строки string, да, пожалуйста. После чего вы указываете название вашего вектора. Ну и вопрос только в том, что его нужно там, может быть, отресайзить на нужный размер. Но вот у него, во-первых, есть пустое состояние, как у списка. То есть если вы знакомы со списками в Python, то в Python мы создадим пустой список вот так, двумя квадратными скобками. То есть вот это примерно такая история. Он есть уже, но просто он пустой. Вот. А если вы хотите его, что называется, растянуть, то есть сделать некое вот такое вот действие, да, как в Python было бы. А равно 0, да, только умножить его n раз. Да, повторить его n раз. Сразу, чтобы список был из n штук нулей. Да. То вы можете сделать что? А точка... Господи, забыл, какое там было слово там. Ресайз, по-моему, но я могу ошибаться. Ресайз или нет? Я открою сейчас затачку и взгляну. Ресайз, я не ошибся. n. И если я не ошибаюсь, у него в качестве параметра можно указывать, каким значением заполнять. Ну, то есть чем ресайзить. Ну, слушайте, 0 там и так будет по умолчанию. То есть при этом ресайзе он автоматом будет на нолики закладывать. Вот. Ну, если это там числа. Понятно? Вот. Ну, короче. А, я вспомнил, есть еще экстент, расширить его. Нет? Нет, не помню. Не помню. Ну, для того, чтобы помнить, есть справочник, стандартная библиотека. Справочник, в котором надо... Ну, надо сказать, что, конечно, когда вы пишете на Олимпиаде, то справочник может оказаться недоступен в интернете. Да, вам же интернет не дадут на Олимпиаде. Поэтому придется каким-то образом вспоминать. Да, и подсматривать. Ну, среда программирования, может, вам подскажет. Ладно. Значит, теперь смотрите. Давайте к задаче. К чему я сегодня хочу применить массивы? Я уже сказал, что фишка массивов не в том, что сами они как-то особенно сложны. Ну, вот тебе массив, пожалуйста, да, бери и пользуйся. У тебя ячейки от нулевой до энты. Да, с произвольной скоростью, ну, скорость доступа к этому элементу, она мгновенная. Да, не требуется ожидать. Элементы однотипные. Больше вроде бы рассказывать нечего. Что мне еще вам рассказать? Не, ну, и можно, конечно, что-то рассказывать про двумерные. Ну, это неинтересно. Вся их фишка в разных алгоритмах, где они могут быть применены. И вот красивый алгоритм, да, в котором массивы работают, называется частотный анализ. Частотный анализ. Или еще он называется метод подсчета. Вы помните, что в первых пяти занятиях, в первых пяти уроках мы с вами работали без массивов, просто с переменами. Но я вам все время объяснял, а давайте обрабатывать последовательность чисел. А давайте там ее просуммируем, а давайте перемножим все эти числа. Давайте найдем максимальное число, да? Помните? Так вот, один из алгоритмов, который применяется для обработки последовательности чисел. А вот представьте себе, что вот у меня есть некие числа. Х нулевое, х первое, х второе, х третье, тра-та-та-ра-та-та-тан, х н. Ну, слушайте, дайте для порядка, н минус первое, да? Я сейчас пока не закладываю их в массив. Это не элементы массива, да? Это просто последовательность чисел, которая подается на ввод. Она подается, ну, условно, с клавиатуры, да, на вводе. Можете себе представить, что вот это вот n, да, количество элементов в этой последовательности, оно очень велико, да? То есть n очень большой. Ну, физики вот так обозначают. Много-много больше единицы. Короче, последовательность содержит миллионы чисел. Просто миллионы чисел, да, миллиарды чисел. Ну, как вы понимаете, для компьютера, да даже для микроконтроллера, да, для какой-нибудь там фиговины, типа там Orange P или Raspberry Pi, тем более, да, эти мега... миллионы операций в секунду, мегагерца, это ни о чем. Понимаете? Какой-нибудь Atomega работает на 8 мегагерцах, там, чип с несколькими ножками, ну, не несколькими, там, но пара десяток ножек, которые вставляются в макетную плату. У него 8 миллионов операций в секунду. Вот. А так уже, ну, даже у любого там вот промитивного компьютера гигагерц. Миллиард операций в секунду. Соответственно, ну, как бы, не вопрос. Ну, а последовательность чисел такой длины, допустим, это микроконтроллер получает с датчика давления воздуха или влажности, или еще чего-то там, да, то, короче, я хочу узнать, сколько раз в этой последовательности встречается какое-то конкретное число. Сколько раз, вопрос там, встречается число, а дальше я, собственно, должен сохранить в какой-то переменной, сохранить само искомое число. А в массив нужно? А? Это в массив надо превращать или не надо? Так, хорошо. Хорошо, что ты задаешь этот вопрос, но фишка, еще раз скажу, в том, что невозможно. То есть, вся фишка именно в том, что прям это просто невозможно. То есть, обработать эту последовательность в течение времени можно, а вот сохранить ее в оперативной памяти, нет, миллион интов, ну, инт классический, целое число инт, классическое, это 4 байта, хотя в разных архитектурах по-разному, может быть, 2, может, 4, да, ну, условно, 32-битные, там, 64-битные в компьютерах обычно это 4 байта. Ну, представьте себе, миллион, 4 миллиона байта, 4 мегабайта, миллиард 4 гигабайта памяти. У вас реально, вот, да, на каждом компьютере, вам, вашему вычислительному процессу выдадут 4 гигабайта? А если я скажу 10 миллиардов, а если я скажу 100 миллиардов, с точки зрения скорости вычислений, это не так дорого. А вот с точки зрения, с точки зрения этого памяти, этой памяти просто нет. Запомнить все эти числа невозможно. Понятно? Память стоит дороже, чем вычислительное время. Память нужно беречь еще сильнее, чем скорость вычислений. Ясно? Ставлю задачу еще раз. Сколько раз встречается число, и дальше я произношу какое-то число. Давайте игреком назовем его. Ну, то есть, это конкретное число, которое мне известно до того, как я начинаю обрабатывать эту последовательность. То есть, ну, представьте себе, да, еще раз, что это у меня там датчик температуры. И он у меня срабатывает каждую минуту. И я хочу спросить, а сколько раз датчик температуры показывал ровно 0 градусов? Вот, чисто 0. Понимаете, да? Как я это реализую? Согласитесь, никаких проблем, правда? Как я это реализую? Ну, я подсчитаю, да? Мне нужно подсчитать количество раз, сколько встретился, ну, не 0, а там, Y конкретный, да? Ну, давайте только считать, что это с клавиатуры поступает. Я с CIN буду считывать, да? Я запускаю цикл... Простите, пожалуйста, да? Я делаю переменную счетчик, да? Называю ее каунтер, да? Каунтер. Говорю изначально, что в этом каунтере лежит 0. Ну, потому что я еще ни одного X не прочитал с клавиатуры, да? Значит, я пока не могу. Дальше что я делаю? Я начинаю бежать, брать очередной X. Беру очередного X. Ну, естественно, мне для этого придется запустить цикл FOR. Я буду считать, я буду думать, что у меня число этих чисел N известно заранее. Просто, ну, оно большое, но оно мне известно. Допустим. И что я делаю? Я фигурную скобку здесь открою, открываю тело цикла. Я... Ну, мне понадобится переменная X. Простите, я забыл ее завести выше по тексту. Да? И что я делаю? Я считаю с клавиатуры эту самую переменную X, да? С клавиатуры-то мне ее надо считать? Считал. А теперь я что делаю? Я спрошу. Если X равняется Y, ну, равняется не в смысле присваивания, а в смысле сравнения, да? Если X равняется Y, тогда... Ну, и напишу, что... Каунтер плюс равно 1. Ну, или плюс-плюс. Я напишу плюс равно 1, как в Python. Все. Точка с запятой. Ну, я тоже фигурные скобочки вот здесь вот сделаю, да? А теперь... Да, ну и, собственно, вот здесь я закрываю цикл for. Вот эту скобку закрываю. И этот цикл for будет что делать? Каждый раз брать очередное значение, сохранять его в переменной X. Переменная 1X, да? Спрашивать, то, что сейчас хранится в X, равняется тому, что у меня в Y или нет? Ну-ка, они не равны друг другу. Ну, ничего не делаем. Ведь тут же не написано, чего-то делать, если не, да? Else отсутствует. И берем, запускаем следующую. И увеличилось на единичку. Да? Мы считываем очередного X, смотрим нового X. XA, смотрим, а ты с Y равен? О, да вы равны друг другу. Counter plus plus. Counter plus равно 1. Ясно? И таким образом мне не надо сохранять эти элементы X. Я их тупо беру и обрабатываю поэлементной. Я их беру, обрабатываю, сравниваю с образцом, говорю, о, равны друг другу. Чпунь, counter plus plus. Так, еще раз. Я хочу, чтобы вот эта версия алгоритма была кристально понятна. Кому непонятно. Counter выполняет роль простого, простой переменной счетчика. То есть она, знаете, есть такое устройство для людей, которые контролируют ход выборов. Ну, потому что бывают эти самые приписки количества избирателей, да, и вот они просто берут и считают количество избирателей, пришедших на участок. Такая вот механическая штучка, нажимаешь кнопочку, она считает. Вот банальная, механическая, даже не электрическая. Там такой счетчик, такой. Вот counter выполняет роль вот этого вот. Да, вначале мы его занулили, потом мы. Ты, что называется, избиратель? Замечательно. А ты? Нет, я мимо проходил. Еще раз. В очередной очередной ходил. Ты избиратель? А, отлично, все супер. Понятно, да? Я слышу тишину, и меня она волнует. А, да, понятно. Но если вдруг кому-то непонятно, немедленно сообщите. Вопрос. А что, если я сейчас модифицирую эту задачу? Я хочу узнать, сколько раз встречается число Y, а еще сколько раз встречается число другое, Z. Вот смотрите. Мысль номер один. Ну, давайте перезапустим цикл и напишем его еще раз. Ну, в одну реку нельзя войти дважды. То, что пришло с потока ввода, второй раз там не окажется. Нет, если бы это был файл, если бы это был не поток с клавиатуры или с датчика температуры, если бы это был файл, то действительно взял, отмотал его назад и считываешь файл еще раз. Пожалуйста. Ну, только, конечно, это время, да, на повторное считывание, снова винчестер жужжит, да, или перфолента мотается, или магнитофонная лента мотается заново еще раз. Но, тем не менее, пожалуйста, можно. Но если это именно датчик температуры, и вы не сохраняли в массив, то повторить еще раз никак невозможно. Понятно? Второго прохода нет. То, что мы вот здесь делаем, называется проход, да, один проход по данным, да, вот у меня данные попадают, и я их обрабатываю без запоминания. Я их не кэширую нигде, да, я их обрабатываю однопроходно. Поэтому вот это однопроходный алгоритм. Вам ясна эта логика, да? Попытка сделать двухпроходный алгоритм приведет к тому, что мне придется сохранять эти данные в массив, а значит, я столкнусь с проблемой нехватки оперативной памяти. О, гигантский массив, а где же мне взять на него памяти? А память стоит дорого, а у Ардуино памяти мало, а как мне присобачить туда еще? Ну, понимаете, да? И приспользуйтесь, кажется, специальной переменой, которую можно удалять. Нет, это не поможет. Ведь тебе, если ты реально соберешься сделать второй проход по тем же данным, то тебе нужны все эти данные, но что значит удалять? Смысл в том, что надо решить новую задачу по-прежнему за один проход. Нельзя запустить цикл for еще раз. То есть, до тех пор, пока содержимое переменной x еще не стерто очередным считыванием с потока ввода, нужно успеть еще и параллельно, как это называется, одним глазком смотрю, другим примечаю. Вот одним глазком смотрю, а надо еще что-то сделать. Слушайте, вообще не проблема. Берем, ну, я уверен, что y отличается от z. Ну, будем считать, что я абсолютно в этом уверен, да? Я напишу тогда так. Иначе, если x равен z, тогда, ну, мне, естественно, придется создать второй каунтер, да? То есть, у меня был один каунтер. Заведем второй каунтер. Каунтер, собственно, это каунтер, прошу прощения, каунтер y, да? Сколько y, да? И я его зануляю перед тем, как стартовать. А это счетчик, сколько z, сколько z, сколько раз встречается. Оба счетчика я загоняю в нолики. Если я увидел, если ты y, то я щелкаю каунтер y. Ну, слушайте, я теперь плюс-плюс напишу. А если x равен z, тогда я щелкаю z. Представьте себе, наблюдателя, который стоит на участке, и у него два счетчика в двух руках, в двух руках, в этой, в этой, да? И он смотрит, да, он смотрит. Так, проходит очередной человек, он смотрит на него, он говорит, это взрослый, это, скажем так, это избиратель, да? И он щелкнул, да? Или смотрит, там, это, или скажем так, это избиратель до, там, не знаю, до 50 лет, да? Он щелкает одним. А, это избиратель после 50 лет, пожилой там, да? Умеренно пожилой, да? Он щелкает другим. И у него возникает две статистики. Ну, а если это не избиратель, ребенок проходит или член избирательной комиссии, то он его пропускает мимо, потому что он не попадает ни в этот ив, ни в это, иначе, если. Я решил задачу? Понятна логика? Друзья, я собираюсь сейчас открыть наш репл-ит, и я сейчас... Слушайте, давайте я для начала не репл-ит открою, а просто вначале в кодблоксе это сделаю, чтобы можно было сразу запускать. Я хочу вначале реализовать некрасивый способ. Вот этот способ, на самом деле, сейчас будет некрасивый, в котором, только я буду считать, сколько раз встречается единичка, двойка, тройка, четверка. Вот я сделаю, да? А потом сделаю это покрасивее. Итак, смотрите, да? Поехали. Итак, ну, я сейчас сделаю... Итак, пожалуй, пора сохраниться. Значит, lesson 09. Так, и это у нас что? Это... Frequency analysis. Frequency... Или, скажем так, counting CPP. Подсчеты. Итак, что я сейчас сделаю? Я сделаю вектор целых чисел, соответственно, который я... Какой вектор? Я сказал, не буду пользоваться. Не буду пользоваться. Значит, я делаю переменную n, которая будет означать количество чисел. Вот, ну, допустим, там по 10 чисел я сейчас буду выдавать, просто потому что мне лень будет больше чисел вводить с клавиатуры. Теперь, что я делаю? Я завожу переменные счетчики, counter, соответственно, ноликов. Давайте, counter единичек. Слушайте, давайте, пусть будет counter ноликов. Счетчик ноликов. И счетчик ноликов будет говорить, что ноль ноликов в начале, да? Я сделаю счетчик единичек, счетчик двоек и счетчик троек. Вот, вот у меня будет... Я буду считать отдельно нолики, единички, двойки, а отдельно тройки. Понятно, да? Так, ну, что мне еще понадобится? Да, в принципе, ничего. Можно запускать цикл for. Запускаем цикл for. Что я делаю в цикле? Я в первую очередь считываю x. Ну, x – это некое число в последовательности. Считываю это x. Потом я этот x... Этот самый... Сейчас. Я его сравниваю. Говорю, если x равен, 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 да? Обязательно. Это важно, чтобы не присвоить туда, а сравнивать. Если он равен нулю, то что? Тогда скажу. Тогда он нолик. Нужно увеличить счетчик ноликов. Но иначе, если он не ноль, ну, вдруг он тогда равен единичке? Тогда... Ну, тогда надо что сделать? Каунтер единичек прибавить. Да? Ну, а если он не нолик и не единичка? Ну, я же еще двойки и тройки собираюсь посчитать. Давайте посчитаем отдельно еще двойки и тройки. Так, каунтер. Двойк плюс-плюс. Да? И иначе. x равен 3. Да? Отлично. И я считаю каунтер троек. Увеличиваю на единичку. В результате, к моменту, когда закончится цикл, у меня будет статистика сразу по четырем счетчикам. На самом деле, это довольно круто. Вот то, что у меня будет статистика сразу по... За один проход, это однопроходный алгоритм, да, я набрал себе статистику сразу в четыре счетчика. Давайте их распечатаем, да. сяут, там, кого каунтер, нулевой. Дайте я табуляцию здесь вставлю, да. Значит, и я сейчас сделаю теперь этих сяутов четыре штуки. Простите. Сейчас. Каунтер первый, второй, третий. Да, ок, все. И давайте посмотрим. Да, ну, а в самом конце, вместо табуляции, пусть он мне распечатает перевод строки. Ну, все. Что в итоге? Я сейчас могу... Эй, не то я хотел, я хотел запустить это теперь на выполнение. И ввести десять некоторых чисел, посмотреть на работу моего однопроходного алгоритма. Итак, поехали. Я ввожу шесть. Один, три, семь. Два, пять. Ноль, один. Пятьдесят шесть. Два. Сейчас, я надеюсь, я не перегрузил. Вот ровно десять чисел. Что я вижу? Немножко пониже. Один, два, два, один. Давайте проверим. Нолик был один. Единичек было две. Двойк было две. Тройка была одна. Ну, какой молодец мой алгоритм. Он замечательно справился с поставленной задачей. Я не шучу. То есть, вот если ставить задачу ровно так, как я ее поставил, то он замечательно справился с поставленной задачей. Действительно, за один проход, действительно, я подсчитал. Но как только я сейчас сделаю обобщение этой задачи, я вам скажу. А представьте себе, что вот этих вот чисел на входе очень много. Вот очень много. Но самих, сами эти числа, они относительно невелики. Ну, например, их, ну, сто штук. Сто штук. Да? Сто штук. И там они встречаются в каком-то... Давайте на доске я сделаю десять штук. Да? И вот они встречаются. Семь-два-два-два-один-ноль-три-семь-два-три-шесть-пять-три-четыре. И я хочу спросить. А какое из этих чисел встречалось чаще всего? Какое число самое популярное? Если я задам такой вопрос, даже для десяти цифр, да, вот вводятся цифры. Я спрашиваю, не какая цифра самая большая? Нет, не максимум в последовательности интересует. А частота встречи. Какая встречалась чаще всего? Вот давайте в примере, который я только что сделал, да, я там просто у меня уже сделано для ноликов, единичек, двоек и троек, да. А давайте я запрещу себе сейчас вводить какие-то другие числа, да, и задамся вот этим ровно этим вопросом. То есть не просто вывести эти числа, а именно ответить на вопрос, какое из чисел ноль, один, два или три было больше всего. Я вот здесь вот рядышком с этими сиотами я отдельно напишу в следующей строке, да. Что мне придется делать? Потому что, ну, если у меня каунтер ноль, да, больше чем... Как бы это сделать? Как это сделать просто? Но он должен быть больше, чем первый, больше, чем второй, больше, чем третий. Ну, я могу это на самом деле так вкрутить сейчас, да. Давайте, больше либо равен, например, чем каунтер первый. И он при этом у меня больше либо равен, чем каунтер двоек. И больше чем, больше либо равен, чем каунтер троек, да, уже задолбался, да, уже какая-то фигня ползет явно, да. Лучше энд там оставлю, да, перенос сделаю вот так. А функцию макс нельзя сделать? А? А функция макс как-то для двух работает? Ну, я не знаю, если честно. Я сейчас не рискну, не хочу. Не хочу пользоваться слишком сильно встроенными функциями. Потому что тогда я могу залезть в какой-нибудь там алгоритм, да, библиотеку алгоритм. И вытащить оттуда какой-нибудь там макс, как алгоритм, который работает с контейнером. Для этого запихнуть их всех в контейнер. Ребят, мы не об этом пришли разговаривать. Я хочу объяснить вот проблему, да. То есть проблема в том, что мне сейчас, и я даже не очень хочу, если честно, это сейчас решать, да. Но здесь я могу сказать, что ноль встречается чаще всех. Да, ну да, по-русски не получится, да. Ноль is the most popular. Да? Согласны? Иначе, если... Потом та же фигня, условно, да, только для каунтера первого. Потом та же фигня, только для каунтера второго. В чем проблема? Дело в том, что у меня, первое, очень трудно, вот здесь вот на конкретных переменах, да, у меня их всего 4 штуки. Но мне нужно по сути найти максимальную из них и в соответствии с этим отсказать, какой же ее номерок оказался максимальным. Но на самом деле, если я скажу вам, ребята, а у меня будет 100 чисел от 0 до 99, тогда внимание вот сюда, что произойдет? Вот у меня вот в этом месте, вот здесь вот, вот это ветвление каскадное станет ужасающе. А количество переменных вот здесь вот, оно просто Ctrl-C, Ctrl-V, ну, представьте себе, да, вот реально, да, я говорю, 99, да. Я еще не все, вот я номера строк смотрю, да, вот можно себе представить, да, как у меня будет выглядеть вот это все описание всех этих счетчиков, да. Что тут у кучи счетчиков, они все должны равняться нулю. Я пожалею вас, я все это дело, естественно, сейчас грохну, да. Вот, и мы сейчас это дело отменим, то есть вот вопрос о том, какая из них, какой из чисел 0, 1, 2 или 3, самое часто встречающееся, мы сейчас оставим. И в этом варианте программы я доделывать не буду. Давайте сделаем вместо этого вот что. Я хочу породить программу, которая будет делать ровно то же самое, но, да, with new way, новым путем. Или правильно будет, наверное, by new way. Короче, по новому пути, сохраняемся. Значит, это будет, собственно, true counting, или, скажем так, правильное, да, правильный подсчет. Значит, лучше так, counting, counting, good. Смотрите, по сути, у меня 4 переменные. Согласны? А почему бы мне не сказать, ребятушки, а давайте я эти 4 переменные тупо объединю в массив из 4 переменных. Ну, мне кто-то мешает? Я этот массив заполню ноликами. Я, правда, его тут, видите, сделала не как вектор, да, но вектор у меня подключен. Ну, давайте я сделаю его как вектор лучше. Да? Вектор целых чисел, размеры его он автоматом возьмет вот отсюда, он заполнит его. Короче. Да? Ну, это уже теперь, правда, не один каунт, а это теперь counters, да? Это счетчики. Ну, объект, содержащий в себе сразу 4 счетчика. Да? А теперь я сделаю так. Если х равен 0, тогда что? Ну, тогда мне нужно counter 0 увеличить. Если х равен 1, тогда counter 1 надо увеличить. Если х равен 2, тогда counter 2 надо увеличить. Если х равен 3, то counter 3 надо увеличить. Ну, и распечатывать, естественно, мне нужно что? Вот их и нужно распечатывать. То есть, я сейчас, как видите, не внес никаких изменений в сам алгоритм. Я пока что, то, что применил, я сказал, ребят, давайте покороче записывать описание переменных. Просто тупо вот впихнем их в массив. Ну, у меня хотя бы будет описание переменных короче. Согласны? Ну, алгоритм я не менял. Давайте проверим, что он не сломался. А там, наверное, каунтерс тоже где... Спасибо за помощь. Да, но эта ошибка, она не такая большая, в первую очередь, потому что компилятор про это тоже напомнит. Дорогой, давай запускаемся. И... Так, я тут случайно брейкпоинт поставил, но он все равно не сработает. Короче, давайте введем какие-нибудь числа. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 3, 2, 1. Та-да! 0, 3, 2, 3. Вот, соответственно, у меня 0 встречался 0 раз, единичка встретилась 3 раза, как видите, да. Двоечка встретилась у меня 2 раза и троечка встретилась 3 раза. Ну, можете посмотреть, все абсолютно корректно он посчитал. Короче, естественно, да, я ничего не сломал и все работает. А теперь смотрите. Представьте себе, что я по какой-то причине абсолютно уверен, что х принимает значение только от 0 до 3. Да, вот я в это верю. Я в это верю настолько, что я готов вот здесь написать это как утверждение. Я утверждаю, что х у меня больше либо равен 0, и х меньше либо равен 3. Ну, то, что я тут написал, называется утверждение. Я, правда, не знаю, без подключения библиотеки он мне не будет ли на дело ругаться. Ругается. Ну, придется сделать подключение библиотеки. Я не помню, в какой библиотеке он написан. Может, C-Sert он называется. Ну, прохляло. C-Sert он называется. Потому что это еще C-шная библиотека, она из чистого C ползет. Ну, эта штука такая просто, я верую искренне и настолько, что я просто вот... А зачем эта функция C-Sert нужна? C-Sert это моя клятва. Это клятва моя, что это так. Понятно? Если вдруг в момент выполнения окажется, что я наврал, и моя вера нарушена, да, то программа должна будет прекратить немедленно свою работу и забастовать с криками «А-а-а-а! В такой-то строке случился C-Sert!» Понятно? Короче. Ну, это такая вещь, она используется в продакшн-программировании для уверения программиста в каких-то не очень заметных вещах. Вот в данном случае я его могу взять в качестве комментария, но я реально в это очень сильно верю, да. Вот допустим, я в это верю. А тогда смотрите. Тогда то, что тут написано, это безумие. Почему? Если X равен нулю, тогда каунтер нулевой плюс-плюс. Ну, X равен нулю. Вместо нуля я могу забить X. А если X равен единице, тогда первый каунтер плюс-плюс. Ну, X-ты каунтер, это плюс-плюс. Я должен увеличить X-ты каунтер. Если X равен двум, то X-ты каунтер я увеличу. А если X равен трем, то... А теперь внимание, да. Представьте себе. Я говорю тебе. Если придёт Петя, напои его чаем. Иначе если придёт Вася, напои его чаем. А иначе если придёт... Тихон, напои его чаем. А иначе если придёт Чарли, и его напои чаем. Понятно? ну глупо я по-любому делаю counter плюс плюс понимаете counters x ты плюс плюс согласны то есть это действие она по сути все равно выполняется она безальтернативная незачем делать эту альтернативу вы поняли фишку да я начал с того что у меня много этих самых счетчиков да я хочу сделать задачу подсчета сделать более универсальный да и при этом за один проход однопроходная но два счетчика однопроходная но 4 счетчика а теперь вы давайте четыре счетчика запихнем в массив счетчиков и здесь очень важно понимать что размер массива счетчиков не равняется длине последовательности последовательность миллионы чисел но если я по какой-то причине знаю если я это знаю что сами числа у меня небольшие целые числа в каком-то узком диапазоне от да да то возникает такая простая идея а давайте я просто заведу массив счетчиков в котором у меня первому элементу будет соответствовать 1 или 1 счетчик до из массива счетчиков второму 2 3 3 4 4 и тогда вот это вот ветвление станет не надо вместо этого у меня по сути массив частот ну или массив счетчиков и я просто тупо закладываю плюс плюс то делаю увеличение счетчика то есть делаю этот самый щелк да только делаю я это с соответствующим каунтером из массива каунтерс я беру x ты счетчик и увеличиваю плюс плюс давайте вернемся к аналогии этого человека который производит подсчет на входе в избирательный участок представьте себе что его задача подсчитать по каждому возрасту полных лет до сколько людей пришло такого возраста сколько лет такого возраста и он по каждому возрасту он делает отдельный подсчет он заводит у себя но мне трудно это сейчас описать до процессе он заводит хочется чем-нибудь махнуть вот какой-нибудь такую емкость показать магазинчик трудно найти но не нечто похожее вот у меня есть вот такая коробежка вот признать он заводит себе вот такую коробежку то и в этой коробежке у него есть ячейки да пам 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 в каждой ячейке написано 0 лет один год два года три четыре тра-та-та-ра тра-та-там до 98 лет человеку 99 лет человеку идет человек он спрашивает сколько тебе лет чем говорит сколько лет он наблюдатель достает счетчик из ячейки своего массива счетчиков на и возраст человека соответствует тому счетчику который он достал и он на этом счетчике щелк и положил его обратно в магазин счетчиков свой массив счетчиков фишка в том что количество людей которые количество людей которые мимо него пройдут может равняться тысячам а количество счетчиков у него 100 кстати есть проблема если бывают такие места да где один два человека проголосуешь ну ладно 10 там да такие вот заброшенные места да а если следовать этой же логике то получается что нам понадобится по-прежнему 100 счетчиков а даже если чисел которые придут в потоке окажется мало ну тут уж извините да сама вот эта идея и технологии она предполагает что мы на каждой возможное значение элемента должны завести счетчик соответственно начинает играть роль не то сколько реальных элементов придет а начинает играть существенную роль а какому множеству вообще принадлежит на вот какое-то множество потенциальных иксов какова мощность этого множества да вот я неспроста написал вот этот вот дурацкий свой и серд да вот там вот здесь вот неспроста написал это серд потому что здесь мне реально очень важно понимать потому что иначе возникнет какая ситуация что я выйду за границы массива понимаете то есть вот я сейчас по сути считываю с клавиатуры x и увеличиваю на единичку кого ну каунтера x то вода ну слушайте я на доске это сделала здесь я этого еще не сделал давайте торжественное удаление ифов посмотрите насколько это красиво и просто да ну я этот ассорт сейчас вот сюда просто воткну как комментарий да ну икса я тоже на самом деле x он же один раз описывается потом просто много раз используется да пусть он тут поваляется вот вот посмотрите да два действия считать x щелкнуть икс там счетчиком считать x щелкнуть икс там счетчиком но если вдруг моя уверенность нарушится да если вдруг окажется какой-нибудь тысячный счетчик да или отрицательный счетчик не дай бог да то ой опять не привык какой кавиши нажимать f9 надо нажимать вот что произойдет давайте попробую сейчас побаловаться да я введу какой-нибудь число тра-та-та-ра тра-та ну int может быть такой да пожалуйста что сейчас произошло ну вот мы видим процесса ретерн вот такую фигню на мы видим что он прекратил свое выполнение на самом деле то что произошло это по сути был segmentation фолд ну просто в случае этого консольного проекта запущенного прямо под код-блоксом да он не сделал этого как-то слишком что называется громко и ну если бы я запустил это из командной строки сейчас секундочку я посмотрю как мне самый запустить да действительно я нашёл где это дело я просто хочу запустить командной строки проверить а как будет выглядеть запуск нашего вычислительного процесса с командной строки да он называется accounting good . изи вот я вы сейчас запущу вручную и на интересно почему он сразу это сделал а нет это другая причина он библиотеку не не подгружает без этого самого увы ладно короче но смысл в том что я просто вышел за границу да потому что ну так нельзя было давайте осознаем эту логику и еще как только у меня появился массив терять смысл вот это делать вот так я могу сразу сделать цикл перебор а только обратите внимание теперь по существу я перебираю иксы потенциальные иксы моей потенциальные иксы от нуля до четырех не включительно до трех включительно да я не и перебираю не номера чисел в последовательности да а я перебираю теперь только свой массив счетчиков по сути counters сохранил в себе статистическую информацию про моих промо и иксы про все иксы ты он утерял информацию кто когда приходил кто первее кто позже но в количестве сколько их тупо было штук как раз ровно это и сохранено благодаря этому я теперь могу легко в первых роту по распечатать их в цикле без проблем а во вторых отвечать на вопрос а кто встречался чаще самое частое число окей ясна эта логика да давайте я сейчас сделаю здесь пока что я сохраню как есть да чтобы была функциональность та же самая только массив но массив примененный разумно не сохранить тупо все числа да и перезапускать этот подсчет перезапускать подсчет 9 4 раза в данном случае да а я вот это делаю ладно давайте сейчас сделаю уже для десяти потому что теперь то я сколько угодно могу до сделать а теперь каунтинг популяр ну или так давайте двадцатку сделаем да это количество чисел так вот мне необходимо количество счетчиков до равное размеру диапазона диапазона соответственно и все их нужно забить ноликами ну пожалуй тут мне придется сделать как я не помню конструктор вектор если честно first last итератор вектор на основе вектора initializer list я боюсь я не смогу size n вот так вот можно да то есть тупо сказать ему диапазон по идее он должен сообразить и сделать мне количество каунтеров соответствующего размера надо сказать что вектор так устроен что он инициализирует мои инты ноликами но я все-таки сейчас сделаю так как будто я ему не верю я пробегусь я специально буду называть переменную x из диапазона от нуля я перебираю всевозможные потенциальные x до диапазона не включительно и я зануляю эти самые каунтерсы на xt в ноль это по сути зануление счетчиков понятно я создал счетчиков соответствующее количество надо занулить вот я их занулю сейчас дальше собственно процедура подсчета да однопроходная ну на самом деле слово частота это нужно поделить на общее количество суммарное количество но я сейчас назову это словом подсчета частот имеется ввиду количество 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 каждого числа в потоке понятно вот и что я буду делать а я буду n раз сколько надо брать число и тупо counters x и плюс плюс а после этого да я дальше делаю некие произвольные операции да дальше разбираемся с нашим массивом частот ну еще раз не в строго физическом смысле частоты в смысле частота как то сколько раз каждое число встречается в исходном потоке чисел в итоге что я хочу сказать я не собираюсь это дело выводить на экран нет я кое-что другое собираюсь сделать я хочу найти самую максимальную частоту которая там только есть да заведем специальный поиск максимума да я перебираю магазин своих счетчиков да перебираю магазин счетчиков да и в каждом из них я соответственно что делаю просматриваю какое число избирателей было данного возраста да и говорю если оно больше чем текущий максимум то стать вместо максимума да я делаю максимальное максимально популярное да the popular counter да the pop как сказать max max counter да давайте так max counter value максимальное значение счетчика или так max value of counter максимальное чтоб по-русски звучало да очень по-русски да ну у меня частоты не меньше чем ноль поэтому даже если все числа встречаются ноль раз да ну хоть одно это число должно быть в потоке я надеюсь давайте я сделаем max value of counter равным нулю да поэтому что я скажу если counter x при переборе всех иксов прошу прощения не до четырех а до диапазона теперь я хочу параметризоваться этим числом да если x ты counter оказался больше чем текущий максимум тогда взять и поставить его на место максимума max value of counter равно counters x ты да у меня все счетчики и так уже сохранены в массиве поэтому двухпроходный алгоритм не представляет никакой сложности я могу сделать второй проход снова пробежаться по всем иксам да значит тут я нашел само максимальное значение счетчика а теперь выведем все счетчики точнее не счетчики да иксы для которых частота да совпадает с максимальной но тем самым я смогу сейчас для одинаково часто встречающихся иксов да это дело заметить ну и они будут у меня все выведены да я выведу на экран соответственно давайте я выведу отдельно соответственно соответственно the most popular numbers да в скобках потому что я не знаю number или numbers да так ну а дальше мы будем выводить эти самые числа да иксы но только в том случае если если у меня его counter x ты равен собственно max value of counter да он совпал с максимумом знаете замечательно мы тебя выводим да ну а кроме этого я хотел бы распечатывать еще и табуляцию чтобы они друг от друга отделялись после всего этой эпопеи вывода победителей самых популярных блогеров ютуба мы делаем что делаем сяут перевод строки и в результате да в результате как видите набор статистик вообще стал он примитивный однопроходный простейший без единого ифа здесь примитивный поиск максимума ну а здесь проход в котором я печатаю те иксы для которых у меня значение в массиве совпало с искомым ну а искомое значение это максимальное двухпроходный поиск всех местоположений для которых число равняется максимально более сложный алгоритм я писать не хочу потому что нет смысла у меня и так этот массив счетчиков все равно и так есть пусть лучше в два прохода будет это дешевле будет всего чего угодно внимание мы можем это дело запускать введем какие-нибудь числа ну теперь придется вводить много 20 штук и они должны быть в диапазоне от 0 до 9 иначе выйду за пределы моего массива там реальный этот самый assert у меня выключен поэтому если бы он был это бы немножко уменьшило последствия не совсем бы избавил от них но сделать более мягкими но тем не менее короче я ввожу любые цифры в количество 20 штук от 0 до 9 ну поехали 0 0 0 1 0 0 4 4 4 3 3 3 3 3 3 давайте добавим сюда циферок 4 я не знаю смогу я опередить или нет у меня сейчас пять нулей сейчас будет у меня пять четверок давайте добавим еще немножко там девятку семерку и я хочу еще троечек добавить одну чтобы количество троек тоже равнялось пять еще введем пятерку двойку давайте итак вот он мне выписал список самые популярные числа 0 3 4 я и правда не распечатал саму их саму популярность их сколько раз же они встречаются но он реально абсолютно можете быть уверенно подсчитал сколько раз встречается число 3 он про каждое число на самом деле посчитал сколько раз оно встречается потом в этом массиве чисел он нашел максимум и еще раз пробежался по этому массиву посмотрел для всех чисел для которых частота равна максимально он ее распечатал вы это видите да вы это понимаете ну вот а вроде понятно когда следите за руками фишка в том что я реально здесь не не воспользовал ничего сложного да то есть вот алгоритм поиска максимум вы его знаете алгоритм вот это вот фильтрации там ну массив как поток чисел только да x 3 элементов спрашиваю ну тоже не вопрос новая непривычная вещь которую я прям хорошо вроде бы объяснил вот она и она самая примитивная здесь набор статистики собственно вот это и есть по сути метод подсчета в котором я просто беру и поток чисел превращаю в набор статистик и очень важно чтобы у меня было вот это вот ограничение в которое оно неявное да оно втихаря присутствующее да ну только меньше строго да то есть от нуля включительно до некоторых диапазон не включительно да то есть два числа есть есть число n это количество элементов в потоке оно может быть очень большие да то есть n гигантским вот а на размер моего массива это никак не сказывается массивчик то есть десяти элементов правда сами числа должны быть из вот этого диапазона от нуля до девяти ну вот мы раскрыли сегодняшнюю тему как круто можно применить массив для нашего как круто можно применить массив для решения некоторых задач да поиск самого популярного не самого популярного самого не популярного да можно даже интересная красивая штука что при помощи вот этой сортировки я не сказал что еще сортировка подсчетом есть я сейчас не буду реализовывать пользуясь массивом частот можно вывести исходную последовательность чисел только в отсортированном виде очень просто вот это можно на дом оставить мы не закончили еще вот короче еще раз я подвожу итог да сейчас я это дело закомичу отправлю в репозиторий все на этом я запись останавливаю шук не